Людмила Корхова – народная артистка Республики Беларусь, ведущая мастер-сцены Гомельского областного драматичного театра. За высокий профессионализм и особистый уклад развития театрального мастерства, она удостоена множество узнагородов. По тем лику нагрудного знака Министерства культуры Республики Беларусь и головного приза Беларусского союза театральных деятелей «Криштальная Паулинка». Сегодня на Гомельщине Людмила Корхова – одна народная артистка Беларуси в сфере театрального мастерства. За «Амаль» по 100-годи службы Гомельской сцене она сыграла коля сотни ролев классичного и сучасного репертуару. Людмила Корхова – актриса, которая не боится экспериментов и импровизации. И она признается, удела новом проекте библиотеки для ее зусим неазвыклая форма сносина у заледачом. Я пришла вот на такую встречу, честно говоря, впервые. И мне самой очень интересно. Это моя первая проба. И я волнуюсь, потому что я как-то привыкла играть все-таки на сцене спектакль. Это режиссер, это автор. И я создающий образ. А вот такое общение с глазу на глаз у меня впервые. С вопросами мне самой интересно. Я хотела бы, чтобы, конечно, это в результате встречи получилось интересной и зрителю, который пришел. Героями нового проекта «Гомель» у особах в наступном годе станут гоноровые граждане города. Удельники и ветераны Великой Айчинной войны, представники науки, медицины, культуры и спорту. Плануется, что в областной библиотеке можно будет встретиться с заслуженным дейшим науки Республики Беларусь Юрием Плескачевским, доктором филологичных наук, профессором Иваном Штейнером, Народной артисткой Беларуси Галиной Паулянок, заслуженным дейшим остатством нашей краины Робертом Ландарским и многими иншими выдатными особами города над Сожем. Проект продуглеживает творческие сустречи, презентации книг, музычные вишары, литературно-мостатские и фотовыставы. Культурно-информационный проект «Гомель в лицах» будет осуществляться не только в будущем году, но в течение нескольких лет. Я бы даже сказал многих лет. Мы сами не знаем, когда он завершится, поскольку он предполагает знакомство с теми личностями, которые являются гордостью нашего города.